Ну вот, я утеплился достаточно хорошо, все как говорила бабушка, потеплее и потолще, однако открытые участки тела в любом случае остались, и они незамедлительно начнут замерзать. Сегодня мы проверим самые популярные советы о том, как не замерзнуть в лютый зимний мороз. Итак, миф первый. Чем больше одежды и чем сильнее она прилегает к телу, тем теплее. На самом деле, одеваясь таким образом, вы лишаете тела так называемой воздушной прослойки между кожей и одеждой, и замерзаете в разы быстрее. Одежды должно быть в меру, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно. Миф второй. Если замерзли руки, срочно греем их горячей водой. Но и это оказывается неправильно. Кровеносные сосуды на кистях рук тонкие и легко травмируются. В худшем случае можно заработать и ожог. Поэтому правильнее отогревать руки под краном с холодной, но не ледяной водой. Ее температура обычно чуть ниже комнатной. И, пожалуй, самый главный миф. Выпить, чтобы согреться. Алкоголь согревает лишь в первые пять минут. Потом сосуды расширяются, и организм теряет тепло в несколько раз быстрее. Поэтому лучше выбрать более полезный вариант – теплый чай. Все эти советы мы стараемся применять и в своей практике, когда приходится снимать на улице. Мы стараемся использовать сразу все советы врачей. Утепляться нужно хорошо, но в меру. Не стоит забывать о головных уборах, об открытых участках тела. Можно добавить немного аксессуаров. Ну и, конечно, не стоит забывать о ногах. Илья Бельков, Сергей Костенко. Новости дня.